всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня я вам покажу мастер-класс по цветку мак а также покажу как сделать крем с растительных сливок и украсить им тортик как приготовить крем с растительных сливок для украшения для этого я использую просто вот фирма у нас есть смачно шеф крем кондитерский ультра пастеризованный для взбивания вы просто охлаженный этот крем сливки это растительные взбиваете на кухонной машине и получаете отличный крем для украшения летом когда слишком жарко когда вы боитесь что крем потечет или и все ваши украшения расплывутся то с этим кремом поверьте они будут стоять эти украшения целыми и невредимыми значит берем выливаем нужное количество сливок кухонную машину зависимости от того какой диаметру вашего тортика и взбиваем на кухонной машине до устойчивых пиков вот таким плотным и однородным должен получиться у вас крем еще одно преимущество этого крема его очень легко окрашивать гелевыми красителями вот сейчас например мы окрасим часть крема красный цвет я беру краску americolor red red как мы знаем белково заварной крем мы так красиво не окрасим ярко красный цвет а вот сливочный крем легко можно окрасить сегодня будет мастер-класс по цветку мак поэтому смотрите и запоминайте если у вас так случилось вы перезбили сливки можно немного добавить еще холодных сливок и взбить и крем в норму войдет или можно добавить немного водички тоже поверьте крем вернет свою структуру наверное стоит добавить немножко еще красителя чтобы получился более насыщенный цвет часть крема окрашиваем зеленый цвет орехозуевскими красителями и для тычинок мы будем использовать черный краситель торговая марта для сегодняшнего мастер-класса по цветку мак нам понадобятся такие насадки насадка 113 листик дальше вот смотрите две насадки одна у меня вот самая маленькая прямая роза другая средняя насадочка роза у меня они не фирменные поэтому без номера эти насадки прямая роза не изогнутая и насадочка троечка для тычинок выпекала бисквит в разъемной форме 18 сантиметров тортик у меня небольшой поэтому сейчас будем украшать его маком для начала мы берем ровненькую розу среднюю да которую вам показывала и нам нужно сделать четыре лепестка раз два очень удобно на вращающемся подносе делать три сделали теперь два лепестка должны вот так стоять раз и второй лепесточек два насадочку обязательно нужно протирать чтобы цветочки были аккуратными делаем еще один лепесточек еще один цветок раз вообще есть уйма способов как сделать цветок мак ну у каждого свой поэтому у кого даже я делаю двумя способами но на одном тортике нужно делать одним способом так вытираем насадочку и теперь делаем вот два лепесточка стоячих вот так раз два есть продолжаем знаете кремами сливок очень удобно выравнивать тортик патель нужно смачивать в холодной воде когда вы выравниваете поверхность несколько тренировок и вы уже будете специалистом в этой области можно было конечно больше красного красителя добавить но я стараюсь как-то поменьше использовать так теперь посередине нужно сделать цветок и потом один еще сбоку и пастель когда последний мак будет здесь крема в кондитерский мешок много не набирайте так как сливки могут немножко потаять в руках все-таки температура тела тоже играет роль на состоянии крема конечно еще они может на сильно на маке не похоже так как нет серединки но ничего все сейчас будет ее маленькую насадочку прямую розу самая маленькая которая меня есть и делаем серединку то есть мы раз выдавливаем и вот накрест вот так вот так вот и потом накрест теперь насадка троечка делаем тычинки стараемся вытягивать так вот так так наши цветочки будут больше на маке похоже теперь к нашим цветочкам нужно добавить лепесточки небольшие вот так так Продолжение следует... В леску добавим немножко бусинок. Такой нежный тортик получился, как я говорю, скромный, но со вкусом. Другая насадка 4 мм, сделаем такой бордюрчик. Вот такой нежный и очень красивый тортик с маками у меня получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А с вами была Ира и канал Готовим с Любовью. До новых встреч! Пока-пока!